На жару каждый человек реагирует по-разному. В группе риска пожилые люди, больные с сахарным диабетом, те, кто имеет сердечно-сосудистые заболевания и маленькие дети. С начала мая в республике зарегистрированы 4 случая обращения в больницы с тепловым ударом. Как сохранить свое здоровье в жару и что делать, если перегрев все же случился? Смотрите далее. Перегрев на солнце может привести к обострению хронических заболеваний, ожогам и резкому ухудшению здоровья. Чтобы избежать негативных последствий, врачи рекомендуют соблюдать ряд простых, но эффективных профилактических мер. Носить головные уборы, не находиться длительное время под солнцем и пить больше воды. Если тепловой удар все же случился, действовать незамедлительно. В легких случаях переместить пострадавшего в тень и дать воды. Лучше минеральной. Если человек при тепловом ударе находится без сознания, то необходимо незамедлительно вызвать бригаду скорой медицинской помощи и перевести человека в безопасное боковое положение. Для этого одну руку мы отводим в сторону, другую руку заводим за голову, ногу сгибаем в колени, создавая тем самым рычаги и переворачиваем на бок. Это необходимо выполнить для того, чтобы человек не заклебнулся собственной рвотной массой и не запал язык. Для того, чтобы жару переносить легко и без последствий для здоровья, специалисты рекомендуют исключить прием пищи в самое жаркое время дня и перенести их на утро и вечер. Для поддержания иммунитета в рацион включить фрукты и овощи. Купание и водные процедуры на открытом воздухе проводить только в местах, отведенных и оборудованных для этих целей с соблюдением правил организации купания.